Теперь мы переходим к следующему докладу. Это вообще и привело к нашей конференции сегодня. Это тема прощения, и мы развили вот эту тематику и пришли к метаной, потому что прощение невозможно без метаной. И вчера мы говорили о прощении, а сегодня мы поговорим о других темах. И я хочу пригласить Марину Кантакузина. Она сама тоже, наверное, расскажет о себе в своей презентации. Она журналистка, которая опубликовала свои статьи, например, в газете Guardian и других печатных изданиях. Она будет говорить о прощении, проекте прощения, который она основала в Великобритании. Она покажет свою общую реакцию на конфликты в мире в 2003 году, которые начались на Ближнем Востоке. Она начала собирать истории, фотографировать людей, которые жили в этом мире, и которые хотели не отомстить, а найти примирение. И как раз вот такой проект и выставка, которая была связана с прощением и появилась. Она расскажет об этом. И, пожалуйста, выходите к нам. Спасибо, Ирина. Обязанность живых исцелять мертвых. Эти слова были сказаны Александре Асейли, которая является основателем Центра изучения Ливана в Оксфорде, и также она создала сад прощения в Ливане. Асейли описала очень много о повторяющемся природе конфликте, о том, как сознательно и подсознательно обида переходит от поколения поколения, так называемой связи поколений. То есть такая обида, недовольство передается от родителей к детям, от учителей к ученикам. И ее можно преодолеть только через прощение. И я думаю, что это очень сильный аргумент и полезный пример, чтобы показать силу прощения. Когда поборники и виновники уже мертвы, и когда невозможно праведный суд, когда нет прощения, может быть, прощение и милость будет единственной стратегией, которая поможет справиться с тем, чтобы справиться с недовольством. Итак, вот один из духовных лиц Терри Уэйтс, он был заложником в Ливане некоторое время, он говорил о том, что справедливость зависит от того, что происходит в той или иной стране. Он занимается как раз конфликтами в Северной Ирландии и говорит, что справедливость зависит от того, какой силы видят то, что происходит, и как они могут организовать различные группы, которые конфликтуют между собой. И хотя кажется, что все невозможно простить, но парадокс находится в том, что эта запутанная спортная тема ведет к теме прощения. И поэтому сегодня я хочу рассказать о роли повествования, нарративов для изменения ментальности. Вообще, я начала работать, или моя история начинается в 2003 году, и вот я увидела такую фотографию в газете 12-летнего Али Аббаса с испуганными большими глазами, и он потерял обе руки и всю семью из-за ракетного удара, нанесенного США в Багдаде. К слову, я вообще была против данного нападения. Вообще, я уверен в том, что люди просто возрождаются и крепнут, и стойко будут как раз противостоять таким ракетным ударам и вообще общей политике. И вот эта история привела к тому, что нужно показать и что-то, что будет помогать борьбе с жестокостью. Это частный проект, который я вместе проводила с фотографом, моим другом, когда мы ездили из одного города в другой, и я поняла, что возмездие не поможет тому, чтобы справиться с гневом. Итак, за это время я собрала 26 историй, и они стали основой выставки слова «Эф» или слова «Прощение», которое открылось в январе 2004 года в Лондоне. И я знала, что прощение – очень спорная тема, потому что разделяет людей, как гильотина, на два лагеря. Некоторые люди верят в прощение, а другие оскорблены данным понятием. И вот эта выставка различных портретов, интервью, которые были собраны по всему миру, закомментировали истории прощения и примирения именно людей, которые пострадали от руки виновников, их страданий, но они смогли простить этих людей и использовали прощение. И вот как раз для того, чтобы решить внутренний конфликт, люди использовали возможность для того, чтобы простить человека. И вот этот проект был начат мною. И это такая шокулярная организация, которая собирает различные истории людей. Мы продвигаем толерантность и хотим, чтобы общество было менее фрагментировано. И за 15 лет мы собрали различные, очень много историй. Мы были в 14 странах, 70 тысяч человек нас посетили. Ну, например, мы выставлялись в исправительной колонии Миннеаполисе, в Большом торговом центре в Сиднии, в гостинице в Англии, и также для различных религиозно-образовательных университетов, а также и в ЕС Брюсселе во время даты, приуроченной к столетию Первой мировой войны. И мы также были в Кении и организовали интернет-ресурс для того, чтобы учителя могли использовать данную тему для того, чтобы вести диалог с детьми на эти темы. Мы также основали новую программу, которая работает в тюрьмах, называется она «Восстановление». И как раз это работа, проводимая между жертвой и преступником. Таким образом, это помогает преступникам изменить нарратив своей жизни. Итак, если вы прогуглите «Прощение», вы увидите вот такие картинки. Конечно, они мне не подходят, потому что они показывают прощение как что-то магическое, мистическое, религиозное. Но, конечно, эта тема может быть и неприятной, и сложной. Я никогда не хотела бы, чтобы вот эти истории подвергали цензуре или очищали прощение. Я знаю, что, если вы занимаетесь прощением и относитесь к нему как обязательство, это станет тиранией. Ну, например, один из наших рассказчиков рассказал о том, что человек потерял сестру в одной из террористического атака Бурунди, но сказал, что риторика прощения помогла людям найти ответы за ответственность за произошедшее. Истории собираются, они в основном очень аутентичны, они полны ярости и, может быть, других горя, других эмоций. Но, с другой стороны, они могут вывести на дорогу самолечения. Я хочу сказать, что вообще я думаю, что такое прощение. Для меня это, во-первых, это глагол, а не существительное, потому что он не является статическим, он текучий. И я знаю, что многие люди описывают себя, что они умеют прощать, но, с другой стороны, они ведут себя совсем по-другому. А, с другой стороны, есть люди, которые говорят, мы не умеем прощать, но они ведут себя так, что они как бы прощают остальных. То есть для меня это решение внутреннего конфликта для того, чтобы примириться с вещами, которые мы не можем изменить. Ну, например, это может быть и в дружбе. То есть нужно не думать о вот этих ожиданиях, как должны вести себя люди. Именно, может быть, говоря о преступлениях, которые отвратительны, то есть прощение, это нужно, используя прощение, нужно понимать, что человечество подвержено ошибкам, и прощение не связано с тем, что вы прощаете то, что произошло, а это именно несовершенство, которое есть в нас. И, конечно, если бы мы могли бы понимать историю наших врагов, мы бы нашли в каждом человеке печаль и также страдания для того, чтобы обезоружить враждебность. Мне также нравится то, что сказал Марк Твейн, что это, прощение, это запах, который фиалка оставляет на каблуке, раздавившем ее. То есть это, конечно, неприятно, это приносит боль, но нужно уметь прощать. И, конечно, данная тема очень спорная. Это иллюстрация из одной маленькой книжки, которую я написала вместе с психологом Масси Нор из университета в Англии. Эта тема спорная, потому что есть те люди, которые, например, верят в акт прощения, просто поощряя плохое поведение, и поэтому это сбивает с толку и является неправильным. Но прощение не только спорная тема, но также и оспариваемая тема, то есть когда нужно занимать, например, очень совсем другую позицию, то есть если человек раскаивается, многие люди, например, например, вот случай Эвы Корр, которая выжила в Аушвейце, и она сказала, что она прощает своих людей, которые обижали ее, потому что она заслуживает это, а не ее обидчики. Если говорить о реакциях на то, что вы ранены, я обычно смотрю на прощение, что это эффективная реакция для уменьшения вот этой боли. И разные исследования показали, что если у человека великодушная личность, то это помогает ментальному и физическому здоровью. Одно исследование показало, что можно свою жизнь увеличить на несколько лет. И нужно, конечно, посмотреть, как люди реагируют на то, когда они страдают от боли. Во-первых, люди могут замереть, не говорить ничего, что вы таким образом пытаетесь держать себя в себе все то, что вас мучает. Это снедает вас. И это может быть, например, саморазрушение, это может быть запивание алкоголем. Вы можете, например, найти возможность отомстить кому-то, но самое лучшее это найти путь к эмпатии, к тому, что вы можете сочувствовать, и таким образом вы можете уменьшить свою боль, изменить нарратив, и привести более лучше человечность. Но также я хотела бы рассказать о том, что может быть неправильной реакцией, между странами и людьми, потому что в данный момент люди просто заняты только единственным, чтобы выжить, а не выиграть. И естественно, все это связано с ненавистью, смщением, и поэтому нужно им восстановить, отремонтировать свои отношения. это картинку нарисовал один из заключенных нашей проблемы, и картина говорит о том, что каждая история имеет всегда две стороны, поэтому нельзя книги судить по обложке. Замечательное изображение сейчас истории. Эти истории всегда порождают какие-то рассуждения, и люди тогда отходят, они пробуждают свое сознание и фантазию, они узнают много о России, о горе, о других людях, и в рамках нашего проекта было очень много рассказано истории именно тех людей, которых жизнь совершенно другая от нас, и это заставляло чувствовать эмпатию к ним. и, естественно, это удохновляет нас на более высокую толерантность по отношению к этим людям. Один немецкий философ сказал, «Я живу жизнь каждый раз в более широком кругу и таким образом достигаю всего мира». Это Райнер Мария Рилке сказал, «Очень полезно помнить об этом, когда вы живете или когда ваши жертвы живут как в том рождебном сообществе, чтобы они понимали боль всех этих жертв, например, потеря ребенка, чтобы это воспринималось как общая, универсальная такая боль. организация палестинских матерей. И такие организации могут погасить пламя, ненависть и успокоить отношения. Я была в Руанде как раз в начале 20 века в период 20-й годовщины геноцида. И я разговаривал с кем-то в музее мемориальном кинале, который принадлежал меня о том, что будущие страны будут храниться в историях и памяти людей, которые будут помогать людям вылечиться и прийти к примирению. Я думаю, что слова Пумба Губода Макки Зелла, южноафриканского психолога, очень важны здесь. Он сказал, что человеческая жизнь умерла в тот день. А вот эта женщина, Пампла, она сказала, что в памяти все хранится в живом виде, и нельзя в ней культивировать старые нервности и нежелания. Это то же самое, потому что это тогда выразится в расплате и повторе насилия. И поэт Бен Окри сказал, что истории являются секретными документальными резервуарами ценностей. Изменить истории людей и наций, рассказывая их от своего имени, может помочь людям изменить свое отношение, не людям, даже нациям. Есть много у меня таких историй, которые помогали людям изменить свое отношение. я называю эти истории целительными нарративами. Я думаю, сегодня в мире, в таком поляризованном мире, который делит политики, вот эти целительные нарративы, это необходимый антитут для того, чтобы победить истории ненависти и разделения. И теперь я хочу завершить, показать вам, я много говорила о прощении, но четыре таких основных части или составляющих прощения, любопытство. Это очень важно, потому что это предполагает задавание вопроса, открытость, и это движется от «почему я?» к вопросу «почему он?» или «они сделали это?» или «совершили это?» И вот здесь на снимке люди, с которыми мы работаем, которые делились своими историями. Это женщина, которая потеряла свою дочь. Американец, который подвергался российскому, убил ножом дочь этой женщины. И после пяти лет тюрьмы произошло примирение семей. На суде отец этой девочки сказал, что мы здесь хотим восстановить или примирить жизни. Это предложило возможно для диалога, и после этого примирение пошло. женщины пошли дальше. Они после того, как пробыл заключение, они захотели встретиться с этим человеком. Мы хотели встретиться с ними для того, чтобы обвинять его, чтобы понять. И можете представить, что в результате этот парень, который убил мою дочь, он стал другом семьи. Это такой совершенно необычный случай. И собственно, все это произошло только потому, что все началось с любопытства. То есть мать жертвы просто задалась вопросом, что же заставило этого преступника убить мою дочь. Следующий момент это перспектива. то есть нужно всегда смотреть или искать более широкие перспективы, которые позволят нам найти пути для того, чтобы понять других. Это Грейс, которая в 2008 году она была она находилась в Лондоне возле взрос этого взрыва в метро и естественно очень сильно пострадала от этого. 14-летняя она была тогда и соответственно когда она выздоровела она хотела все-таки понять что же побудило этого молодого человека сделать взрыв в метро. Он же ничего не имел против этой 14-летней девушки и поначалу она никак не могла понять почему этот молодой человек это делать. Но в любом случае вопрос что случилось это позволило ей рассмотреть информацию с другой стороны. Потому что действительно она никогда не могла представить что 19-летний преступник каким-то образом что-то может иметь против меня и поэтому я захотела узнать все о нем. Следующая эмпатия не важно насколько нужно себя поставить на место другого человека то есть в ботинке другого человека независимо какие грязные эти ботинки. 14-летний сын был убит от женщины и убийцам его наказали в тюремную заключение в течение долгого времени грязь ничего не чувствовала только ненависть и отчаяние гнев и отчаяние однажды она решила что она хочет встретиться с этим преступником она встретилась с ним в тюрьме он был очень такой грустный и знаете этот молодой человек который был даже в глаза никогда не смотрел почему не смотрел она спросила у охранника он сказал что он всю ночь плакал когда спросили почему он убил эту дочку он сказал я убил потому что она была из враждебной школы из противоположной школы и у меня оказался нож поэтому ее убил и после того когда сказали что случилось потом я сказала что я плачу не по моему сыну который убил я плачу по тебе что ты сделаешь своей жизнью и собственно это было начало большого пути и сейс грейс работает с нами с тюрьме в тюрьме следующее это создание значения есть люди которые вообще не понимают они не понимают травмы и боль и боли но нужно с этим что-то сделать что можно быть полезным для него и для других вот это Бастом Арамин его история показывает все качества эмпатии и перспективного взгляда и любопытства и создания значений он бывшим был когда-то этим террористом с западного из Палестины в результате он убил израильтянина и семь лет получил тюремное заключение потом он до этого он думал что холокост из-за которого евреи пострадали он думал что это просто миф и когда он посмотрел фильм и когда он увидел этот фильм он понял что перенесли евреи и в результате это все вылилось дружбу с одним из охранников и потом он подключился к организации которая собственно работает на две стороны еврейскую и палестинскую и в результате он работает для того чтобы преодолеть и избавиться от этой ненависти между евреями и палестинцами то есть он является продуктом такой системы ненависти которая работает на обеих сторонах он говорит что для меня не было вообще возврата от отсутствия насилия но после того когда я узнал что один палестинец убил еврейского солдата я понял что мы очень мало знаем друг о друге и это действительно помогло ему преодолеть все свои ненависти и вот такие истории помогают людям в преодолении своих всех страхов я хочу закончить такой цитатой ответственность живых лечить мертвых иначе это неоконченное дело будет продолжаться в наших страхах фобиях и болезнях так что это ответственность всех нас спасибо Марина у нас есть немного времени для того чтобы задать вопросы перед следующей презентацией пожалуйста скажите пожалуйста спасибо вам большое у меня созрел вопрос скажите пожалуйста всегда ли прощение пострадавшей стороны отзывается в сердце преступника и те благополучные исходы о которых вы рассказали это как правило случается со всеми или же есть истории которые имеют другой исход когда сердце и душа преступника остается глуха если я хорошо пояснила вопрос можно да я поняла что вы хотели сказать да истории очень различны и поэтому я хотела собирать вот разные истории я не хотела показать или показывать людям что есть вот такой путь такой путь третий путь и все заканчивается прощением нет иногда вот эти виновники не хотят слушать и они не хотят или например жертва не хочет разговаривать с виновником страданий и не всегда возможно найти мир в сердце иногда например виновники вылечиваются через вот это любовь и сочувствие которое их обезоруживает то есть это очень такой мощный инструмент именно изменения для человека которого прощают еще вопрос есть я тогда вас спрошу вот эти истории о которых вы рассказали многие из них это вот именно что те кто совершил преступление их обвиняют вот в этом то есть их судят за это вот в этих случаях жертва прощает виновника и может начаться диалог но в ситуациях когда виновника не наказывают то жертву хочется какого-то вот добиться чего-то чтобы произошло правосудие то есть вы можете прощать после того как на это как бы выходит нет вы знаете было много историй когда не было ни сожаления ни никакого прощения то есть если например человек не готов поделиться прощением для того чтобы начать вот этот процесс лечения такое тоже бывает есть разные истории я в основном выбрала вот вот такие примеры но есть и другие истории около их более двухсот и они не все позитивно заканчиваются спасибо давайте поблагодарим марину спасибо спасибо